Допустим, есть потертости, есть вмятина маленькая, но это, допустим, вот точка, видите, это может плодожорка чуть упустила. У яблок здесь самый строгий кастинг. Прежде чем попасть в упаковку, а затем на прилавок, компьютер с ювелирной точностью отбирает плоды по размерам, весу, цвету и даже сорту. Ни одна потертость на яблоке не проскочит мимо электронного глаза. За качеством на конвейере следят около 200 датчиков. Устройство, которое определяет процент садов в каждом яблочке. Ну, в текущий момент, вот мы работаем, он тут же показывает. Комплекс по хранению и сортировке фруктов в Абинске – один из самых современных во всем регионе. На его строительство ушло чуть больше полугода. Теперь сюда ежедневно можно привозить около 200 тонн яблок. В том числе и на хранение. Удачной работы сотрудникам предприятия на церемонии открытия пожелал губернатор Краснодарского края. Современный сад интенсивного типа, капельное орошение, высокая урожайность, высокие технологии. А теперь мы открываем фруктохранилище. Калибровка, переработка, хранение, упаковка. Сегодня у «Альма Продакшн» есть все возможности, не только чтобы ворваться в число лидирующих производителей яблок нашего края, а стать лидерами. Гордость нового комплекса – 24 огромные холодильные камеры. Храниться в них яблоки могут круглый год. Для этого компьютер создает в помещении специальный микроклимат. И это еще один шаг к импортозамещению. Долгосрочное хранение позволит продавать больше абинских яблок на Кубани именно вне сезон. Это, в свою очередь, серьезная конкуренция зарубежным поставкам. Самые спелые яблоки, которые любит вся Сибирь. Вся страна их любит. Вся страна, да? А Сибирь особенно. Главное теперь сделать так, чтобы всей стране хватало наших яблок. Сегодня перед Краснодарским краем стоит задача вытеснить иностранные яблоки с российских прилавков. И региону это под силу, уверен губернатор. Уже сейчас Кубань производит 40% фруктов и ягод в стране. Однако для развития отрасли необходимы собственные питомники, которые бы выращивали местный посадочный материал. В основе всего лежит саженец. Саженец-то импортный или отечественный? И те, и другие. И те, и другие, да? А в каком процентном соотношении? Ну, у нас где-то процентов 10 это Крымская опытная станция, а остальные это саженцы из-за рубежа. Италия, Франция. Если мы говорим о всестороннем развитии, по-настоящему динамичном, по-настоящему отечественном, конечно, нужно брать курс на питомник. Все равно собственный питомник, это неизбежно. Потому что в противном случае, коллеги, на импортных саженцах мы все равно далеко не уедем. Я ориентирую всех сегодня сельхозтоваропроизводителей на собственную селекцию. Свой питомник – это гарантия того, что всегда будете и с саженцами, и с урожаем. Согласен. В прошлом году с этих садов собрали рекордный для предприятия урожай 15,5 тысяч тонн яблок. Среди них такие сорта, как Фуджи, Голден, Рет и Грэнни Смит. Вениамину Кондратьеву предложили попробовать. Губернатор оказался сторонником отечественной классики. Что бы мы ни говорили, но самые вкусные яблоки – это яблоки родом из нашего детства. А в нашем детстве на Кубани, на Кубани таких сортов не было. Та же семеренка, которая явно все равно у вас есть, но сегодня они неоправданно забыты, эти сорта. Мы запускаем в этом году проект именно семеренка для детей, именно выбранном детском направлении. Именно у нас семеренку они решили взять за основу. Соответственно, мы сейчас создаем упаковку, упаковываем по 6 яблочек, да, и первый проект вот именно для детей стартует. Сегодня в регионе подсадоводство восстанавливают площади, которые приносили урожай еще 20 лет назад. И подобные проекты, как в Абинске – отличное подспорье для того, чтобы возродить славу кубанских яблок. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Абинский район.